Здравствуйте! Это видео. Как вам нравится в Москве? Вы любите. Вы любите. Вы любите. Люди добрые, о нас заботятся. Он всем рад. Не смущает вас, что у вас слишком мало времени на подготовку к такому серьезному бою? В общем, не очень много времени для этого боя? Нет, я не хочу об этом бою. Я всегда в спортзале, потому что я всегда в спортзале. Я всегда готов. Как боксер, я всегда готов. Как чем-то чемпион, я всегда должен быть в спортзале. Так что я готов. Он всегда в спортзале, в форме себя поддерживает. Поэтому, как бы, он в форме. Так что ничего, ну, такого. Всех естественного для него нет. Скажи, Кайдер, а вы видели бои Хабиба Аллахвердеева? Вы видели бои Хабиба Аллахвердеева? Да, я видел его, когда он победил Мендоза. Да. Но ты взял что-то из этого боя. Его сладость, его сладость. Он очень хорошо. Он видел бои Хабиба. Да, он видел бои Мендозы. Чтобы так подчеркнуть некоторые слабые и сильные стороны Хабиба. А можете назвать сильные стороны Хабиба? Можете сказать про Хабиба? Хабиба сильнее? Я не знаю. Да. Да. Потому что левая рука очень сильная. Да. Очень сильная. Ну, левая рука очень сильная. Так что мы должны смотреть. Да. То, за чем надо следить. В России, кстати, показывали три ваших боя с Сергеем Федченко, с Кендалом Холтом и с Забом Джудой. Скажите, что произошло с Забом Джудой? Почему вы вели по очкам? Почему не довели бой до победы? Мы видели три ваших боя. Да? С Кендалом Холтом и Забом Джудой. Что случилось в боях с Забом? Ты победил поинтой. Что случилось? Да. Я контролировал боя. Но проблема была в том, что в моем промоутере что-то не было право. А, окей. Да. Ментально я был не 100%. Но физически я был сильный. Ментально. Что-то было степенько. Мы были аргументами с Муцей. Какие-то, видимо, ошибки в подготовке произошли. То есть физически он готов был. Но вот, так скажем, психологически, видимо, где-то недочеты были. А вы знаете, что планируется свести победителя вашего боя с Забом Джудой? А вы знаете, что победители победят с Хабибом? Мы победим с Забом Джудой? Нет. Да. Вы говорите мне, что это сюрприз. Да. Но я думаю, что мне нужно спешить. Потому что я тоже смотрю большие вещи. Окей. Да. Он только сейчас об этом услышал. Но как бы это ничего не меняет. Все-таки ему надо двигаться вперед. Вы считаете Хабиба самым серьезным соперником? Или это просто ступень вашей большой карьеры? Вы считаете, что Хабиба самый сильный соперник? Или это просто другой степень? Нет. Я не хочу его легче. Потому что он боксер. Все, в конце концов, бороться за причину. У него есть свой стратег. У него есть свой стратег. Я не хочу его взять. Я не хочу взять его тяжелый боксер. Но я должен делать свое собственное. Да. Он просто так же его считает достаточно серьезным бойцом. Но должен как бы делать свою работу. А вас не пугает поединок на территории Хабиба? Домашнее прерывание? Вы чувствуете, что вы бороться в Москве? В его территории? Нет. Это значит, что бороться в моем городе. Это значит, что он не имеет значения. Это значит, что я бороться в доме. Ну, в общем-то, он всегда дерется за пределами ЮАР. Поэтому для него это ничего не меняет. Вы будете стараться победить по очкам или нокаутам? Ну, в общем-то, всегда надо настраиваться на 12 раундов. Нельзя как бы подготовить нокаут. Поэтому, если будет для него возможность, конечно, совершенно. И скажите, пожалуйста, пару слов российским болельщикам бокса и читателям сайтам из бойком. Вы можете сказать несколько слов для русских фанатов? Для ваших русских фанатов? Для камеры. Для камеры. Да. Я приглашаю людей, чтобы приезжать и смотреть очень хорошую борьбу. Будет хорошо. Будет хорошо. Будет интересно. Пожалуйста, приезжайте и смотрите. Приходите на мой бой. Наслаждайтесь. Будет хорошей зряищей. Спасибо большое, Кайзер. Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Удачи. Удачи. Удачи.